Не слыхать кукушки в роще, из дворечника пусте, ай... Неожиданный концерт начался прямо в сквере Лимаева. Вокалистки под изумленные взгляды прохожих начали исполнять известные произведения. В музыкальном флэш-мобе приняли участие не только ученицы, но и выпускницы школы. Такой флэш-моб уже был. Его проводили девочки в городе Екатеринбурге, когда были на международном конкурсе. Исполняли эти же произведения и решили порадовать наших нижнекамцев и исполнить для них. Затем юные музыканты отправились прямо к трамвайной остановке. В вагоне спонтанный концерт продолжился. Несмотря на час с пик и большое скопление людей, хрустальные голоса вокалисток были слышны по всему трамваю. Пассажирам музыкальной идеи пришлась по душе, ведь услышать незыблемые классические произведения бесплатно, да еще и в общественном транспорте – большой сюрприз. Глаз аналитика? Да. Мы вот сейчас только сидим и говорим, что без музыки даже красиво звучать. В вашем трамвае сейчас проходит такой музыкальный флэш-моб. Как у вас реакция? Нормально, хорошо. Интересно, люди все довольны. Сейчас солистки хора находятся в трамвае, исполняют свои роскошные произведения, чем удивляет, конечно, всех нижнекамцев. Это является своеобразным подарком ко дню города. Больше девочки поедут на набережную, где тоже исполняют лучшие свои произведения, а завершится музыкальный флэш-моб уже в парке «Семья». Уличные концерты всегда пользовались популярностью. Здесь приходится выходить один на один со зрителем. Фальшивить нельзя. Не поверят. Очень понравилось. Приятно, что людям это нравится. Они хлопают, улыбаются. И хочется больше действительно в такие моменты делать такие вечера. 13 сентября детская музыкальная хоровая школы «Мечта» отмечает свое 40-летие. За это время она выпустила немало талантливых музыкантов. Многие из них вернулись уже в качестве педагогов. Среди самых известных современных исполнительниц «Мечты» Эльмира Калимулина и Алена Тойменцева. Кристина Матвеева, Евгений Лызаев. Новости НТР. Новости НТР.